Столица мира И вот какие события тогда произошли В городе идут спектакли любительского театра Алтайского горного округа За год в нем поставили 10 спектаклей В Барнауле открыли первую пятиклассную женскую гимназию Ее начальником стала Екатерина Маркова Она приехала из Омска, где окончила курс женской гимназии Обучение было платным Барнаульские купцы Ворсины открыли в городе небольшой водоводочный завод Впрочем, главным событием 1877 года стали выборы в городскую думу Они состоялись в апреле Из 15 тысяч избирателей в голосовании приняло участие только 1370 человек Это событие является началом самоуправления в Барнауле И поговорим о тех выборах И в целом об истории городских мэров Мы с краеведом Данилом Дегтяревым Данила, привет! Всем привет! Я так понимаю, что выборы прошли из городской реформы Которую распорядился вести Александр II По всей стране было необходимо формировать управы А в чем была суть реформы? Почему она так была необходима стране? И в частности Барнаулу? Да, вот давайте все-таки немножко я поясню Что нового было введено в 70-е годы 19 века Ну, во-первых, городское самоуправление существовало и до этой реформы Вообще-то первое самоуправление, вот, зачаточное в виде Было еще в поселке Барнаульского завода Называлось оно Посадская изба Потом был Барнаульский магистрат Это уже орган немножко чуть побольше Ну, скажем, в 18 веке он был, да, немножко побольше А по городской реформе 1785 года были введены сословные органы самоуправления Это, значит, городская дума Она уже была к тому времени Но она формировалась не через выборы Она формировалась через представительство от сословий Была шестигласная дума Это как администрация И был городской голова То есть, в принципе, с 1785 года Какая-то такая более-менее структурированная система городского самоуправления была Но она не была вот демократической в современном понимании Она для 18 века, конечно, была прогрессивной А сейчас нет А в 1870 году Александр II, великий царь-реформатор Решил ввести, ну, скажем, бессословную систему городского самоуправления То есть, так, чтобы в выборах мог принимать участие любой житель города Независимо от того, он дворянин, купец, мещанин То есть, голоса всех представителей сословий уравнивались И вот как раз в 1870 году было издано это городовое положение И оно постепенно вводилось на территории Российской империи В частности, в Алтайском округе Оно было введено в конце 1876 года Ну, с тем, чтобы в следующем 1777 году уже провести выборы Значит, суть была такая Значит, вместо сословных шестигласной думы и сословной городской думы Вводилась бессословная городская дума И формируемая этой городской думой городская управа Тоже бессословная То есть, управа это администрация Ну и сохранился пост городского головы Который возглавлял заседание городской думы И да, вот, правда, хотел немножко уточнить Не из 15 тысяч избирателей проголосовало 1300 там с чем-то человек А из 15 тысяч жителей То есть, участвовали все даже, да, в Англии? Нет Ни в коем случае А как тогда было? Имущественный... Нет, это проголосовало Здесь... Значит, не проголосовало столько А имело право голосовать столько человек А сколько там проголосовало, это надо смотреть Значит... Так вот Там система-то была какая? Был имущественный ценз Если у тебя есть крупное недвижимое имущество в городе Ты попадаешь в первую курью Курья это группа избирателей И, соответственно, у тебя больше голосов Если у тебя, скажем, небольшое недвижимое имущество Ну, скажем, домик какой-нибудь, да Ну, или определенная сумма денег Это вторая курья Если у тебя совсем там какой-нибудь маленький домишко Кусочек земли Или там, ну, просто деньги есть определенные Это третья курья То есть, чем ты богаче, тем больше вес имел твой голос Вот такая была тогда система Она была нацелена на то, чтобы, значит, городские органы самоуправления Проходили в основном не дворяне, да, благородные А купцы и предприниматели То есть, это вот именно для них это было сделано чисто бурдулазный характер Мне всегда казалось, что американская избирательная система сложная Ты вот рассказал систему конца девятнадцатого века Она не менее сложная Но, а как относились к реформе Александра Второго И вот необходимости давать депутатский мандат обычным Мещанам, да, духовенству и прочим Что называется богатые, которые привыкли рулить городом, привыкли управлять и не допускать обычных людей до этого процесса Ну, на самом деле, в то время был общий демократический тренд То есть, многие дворяне, и уж тем более купцы, с восторгом восприняли эту реформу Потому что они считали, что так и нужно Это прогрессивно, это современно Это приближает Россию к передовым странам Европы Поэтому, нет, здесь наоборот Городская реформа не встретила каких-то серьезных сопротивлений Другое дело, что Вот при Александре Втором Она была проведена, ну, достаточно так радикально И уже Александр Третий ее корректировал То есть, имущественный ценз был повышен Таким образом, что количество избирателей сократилось И если при Александре Втором в городскую думу могли избираться Ну, скажем, до 1892 года, когда скорректировано было городовое положение Так вот, если до этого в городскую думу могли избирать Все-таки, ну, достаточно бедные мещане Даже приехавшие в город крестьяне То после 1892 года это все пошло на спад И в думах, в основном, заседали, ну, в значительной части, в большей части купцы Почему апрель был выбран в качестве даты проведения голосования? И как это было все организовано? Это был один избирательный участок или в разных концах города? Были ли наблюдатели? Как это вообще выглядели выборы конца 19 века, конечно же? Значит, ну, апрель был связан с тем, что все-таки к этому времени Ну, как-то, скажем, уже была погода получше И можно было добраться из домов Ну, и опять же, весна, она традиционно считалась началом, да? Началом всех, ну, и работы, в принципе, и политического года Значит, выборы были следующим образом организованы Значит, сначала выявляли всех, кто имеет право голосовать Ну, и потом они, значит, приходили в определенные дни в городскую управу Ну, то есть, я уже говорил, что к тому времени уже была, да, городская дума Еще старого образца Вот, приходили туда и, значит, отдавали свои голоса А потом, ну, происходил подсчет Значит, никаких наблюдателей не было Изобретение современное Ну, тогда все равно считалось, верили на слово То есть, вот это вот моральное представление о том, что Ну, вот, государев указ, да, государев закон нужно соблюдать Не потому, что там тебе за это что-то будет А потому, что это, ну, воля Бога, да, через царя таким образом Поэтому, нет, все-таки я думаю, что первые выборы были честными Да и, в принципе, тогда Какой смысл было фальсифицировать выборы Если круг избирателей А тем более круг тех, кого можно избрать То есть, значит, активное избирательное право Им обладало большее число людей, чем пассивным То есть, быть избранным мог еще более богатый человек Только То есть, там еще выше имущественный ценз Какой смысл? Тут их можно было по пальцам пересчитать Из тех людей, которых можно было выбрать И там плюс-минус они все успевали за свою жизнь попасть в это городское самоуправление Если хотели Тогда на каких людей-то избрали в итоге? Я посмотрел раскладку, что 72 человека вошли в состав Думы И все-таки преимущественные были богачи, купцы Мещане именитые Их составляло примерно 85% от всего состава Как к результатам-то отнеслись? И насколько эффективно работала вот эта Дума, этот созыв? И какие указы они важны для города приняли? Ну, во-первых, сразу Городская Дума в то время Это было самоуправление То есть, оно было отделено от государства И оно не имело права принимать каких-то законов Законы в то время имел право издавать только государь-император Все, никаких других законодательных органов не было Дума, она занималась исключительно Ну, могла распоряжение в области образования, здравоохранения, благоустройства Там транспорта Тем, чем сейчас занимается местная администрация Да, 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 да Но, собственно, сегодняшнее самоуправление, оно что же, вроде бы как, не является частью государства Это муниципальный уровень управления Вот, и тогда сегодняшняя система, она во многом, ну, скажем, если не копирует То перекликается с той дореволюционной системы К выборам отнеслись нормально Органы самоуправления в то время работали достаточно эффективно Ну, правда, были серьезные проблемы в некоторых созывах городской думы С явкой на заседание То есть, гласные, тогда же не было слов депутат, было слово гласные Это то же самое, что сейчас депутат Вот, так вот, гласные просто не ходили на заседание Ну, тут можно понять, да, гласные это же были купцы Или какие-то, ну, скажем, чиновники Они могли просто по своим коммерческим делам То есть, тогда не было такого, как сейчас, да, что не имеет права чиновник заниматься предпринимательством Тогда это, наоборот, приветствовалось А кто из известных людей вошел в список депутатов? Депутатов вот этих первых Глассных Глассных, да Глассных из известных Но вот городским головой был избран Давидович Ночинский Это очень крупный, ну, можно сказать, технический новатор, горный инженер Он был по совместительству еще и предпринимателем То есть, плюс к тому, что он к тому времени, к 877 году, уже вышел в отставку Он отслужил там, сколько там, лет Вот, с 50 по 75, 25 лет отслужил Вот, и потом он занялся предпринимательством У него был конный завод, у него он соль добывал, золото добывал Ну, и вот был избран городским головой И потом через, ну, свой срок отработал И потом он аж до 1914 года дожил Вот, ну, это, наверное... Еще чуть-чуть бы и увидел бы революцию Ну, да, вряд ли, он все-таки родился в 1830 году Ну, для того времени это было очень много Ну, это просто очень много, да Просто очень много Ну, а впоследствии, ну, могу сказать, что членами Барнаульской городской думы Были практически все знаменитые купеческие и предпринимательские семьи Ну, Ворсины, которых я сегодня уже назвал По-моему, Суховы, Поляковы, да, были все Да, да, да Причем из них многие побывали городскими головами То есть главами самоуправления Ну, так, например, Иван Константинов Платонов Тот самый, который первый электростанцию построил Он дважды был городским головой В конце 19 века, по-моему, в 1898 году И в 1911 году Иван Иванович Поляков, это вот строитель магазина «Красный» тоже Побывал городским головой Суховых сначала отец был Дмитрий Никифорович, городской головой Второй после Давидовича Ночинского был городской голова А это 80-й год, 19-й века А в 90-е годы, 19-й века, его уже сын, Василий Дмитриевич Сухов Побывал городским головой Городским головой был, например, Александр Адольфьевич Лесневский Это известнейший горный инженер Ну, даже, скажем, землемер, да Землеустроитель Вот Ну и Это вот такие, скажем, самые известные фамилии Именно предприниматели, бывшие главами самоуправления Я читал, что как раз вот этот созыв, он принимал бюджеты города, да? Ну да И доходы, и расходы И вот такую информацию нашел, что больше 90% ушло на содержание бюджета На содержание полиции и пожарных Действительно так дорого обходились И это был основным источником расходов Да бюджет-то был маленький Дело в том, что За счет чего городское самоуправление получало доходы? Оно могло облагать население города какими-то местными налогами Но поскольку город у нас был небольшой, то облагать было особо некого А главные доходы это с городских зданий, с городских предприятий И, что самое главное, земли, которую город получил безвозмездно в собственность Получить-то получил, но только Барнаул не получил То есть другие города получили А Барнаул он оказался опять не как все Царская администрация ему выделила только часть земель, которые уже были застроены Совершенно не выделила земли для выпаса городского скота Еще и часть территории города себе оставила То есть и город вынужден был просто бороться за то, чтобы ему дали ту землю Которую ему по закону положено было по реформе 1870 года Только в 1901 году Барнаул получил ту землю, которую должен был получить еще в 1876 году А поскольку земли не было в собственности Приходилось участки у царской администрации арендовать Это соответственно расходы А что касается пожарных и полиции Ну да, на город были возложены эти расходы И конечно Ну это очевидно, что нужно было как-то поддерживать в городе какой-то порядок То есть бюджет на развитие стал появляться только тогда, когда городское самоуправление немножко встало на ноги Это к концу 19 века Но уж в начале 20 века городу пришлось влезть просто в долги Для того, чтобы построить водопровод, электричество Это было как раз таки в годы Первой мировой войны Взяли огромные кредиты под залог земель городских Но тут спасло то, что случилась революция, потому что Барнаул был банкротом В 1917 году город был банкротом Он не мог выплачивать свои кредитные обязательства Плюс он там вынужден был землю и кабинеты выкупать В общем, с бюджетом было в начале 20 века все плохо Если в 19 веке он был в основном, ну плюс-минус в ноль выходил То в начале 20 века он стал сильно дефицитным Кстати, забавно, что зачастую я бывал много раз на заседаниях нынешней Барнаульской думы Созыва И всегда принимая бюджет Там цифры разные, разные годы были Но у нас бюджет Барнаула самый маленький среди столиц Сибири Если не брать, вот если брать крупные города, больше 500 тысяч Понятно, что меньше, чем Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Томск, Омск И тогда Барнаул был самым маленьким бюджетом Обладал среди крупных столиц Сибири Удивительно, что за 100-150 лет ничего не изменилось Ну вот мы, к сожалению, к тому времени уже золотой век Барнаула прошел Когда он был серебряной столицей России Ну и золотым депо Сибири, кстати, тоже К тому времени, конечно, экономика города была слабой Но только столица железной дороги исправила ситуацию Но это уже как раз, грубо говоря, к периоду революции все относится Если подводить итоги вот того созыва То какие ключевые события, какие ключевые решения приняли после этих выборов? Ключевые решения именно после выборов 77-го? Или в принципе? В принципе В дореволюционный период? В дореволюционный, конечно Ну, конечно Главные ключевые события связаны были, как я уже говорил С развитием городской экономики, с развитием городской инфраструктуры Мы говорили некоторое время назад о техническом прогрессе Он, конечно, был невозможен без поддержки городского самоуправления Однозначно Город стремительно рос Развивалась торговля Развивался транспорт В том числе речной транспорт Ну и, конечно же, огромная заслуга самоуправления в развитии социальной сферы Это создание школ Городских училищ, они тогда так назывались Складывание женского образования Строительство народного дома Открытие городской библиотеки Именно городской, то есть библиотека была муниципальная Открытие городских больниц, да, и вот то, что сейчас у нас больница скорой медицинской помощи на Комсомольском Это изначально была городская больница Именно городская Были, значит, городом опять же финансировались, например, скажем, места проведения массовых мероприятий Те же самые там парки Ну, то есть, в целом, конечно, без самоуправления Барнаул начала 20 века Ну, в общем, не мог бы развиваться в ногу со временем А гласные, как вот в современное время, тоже ходили к народу И встречались, что называется, с избирателем Говорят, чем помочь, что нужно сделать, какую проблему решить Так же все было тогда? Тогда не было такой пропасти между людьми Богатыми Точнее, пропасть-то была, конечно Вряд ли там купец Платонов пришел бы, например, к рабочим Ну, скажем, там, на окраину Барнаула с рабочими встречаться Нет, зачем? Но были гласные, которые ходили в народ То есть, это все зависело от, ну, скажем, от личности человека Да, то есть, кто как Ну, вообще, в целом, все было тогда проще и демократичнее Людей-то было меньше Прошла революция, наступила советская эпоха Как тогда избиралась Дума и советский период, наверное Давай оценим, насколько местное управление было тогда развито? Ну, начнем с того, что Дума закончилась вместе с революцией То есть, в 1917 году была установлена власть советов Это принципиально другая власть Она радикально отличалась от царской системы управления И... Горком партии был потом Нет Органы, значит, еще раз В Советской России, потом в Советском Союзе была советская власть То есть, существовал Совет рабочих, крестьянских, солдатских депутатов Потом он назывался Совет народных депутатов И вот Совет, это был главный источник власти И он формировал исполнительные органы власти Так называемые исполкомы, исполнительные комитеты И вот в советское время местные вот эти администрации, как мы их сейчас называем То есть, райисполкомы, это что называется, исполнительный комитет районного совета депутатов И горисполком, городской исполнительный комитет Они были частью советской власти, то есть, частью государства Муниципальная вот так называемая власть не была отдельна от государственной Она была низовым уровнем государственной власти А... Ну и, соответственно, председатель горисполкома То, что сейчас глава администрации Он, ну, как бы был по своим полномочиям формально Ну, скажем, вот, менее значимым, чем председатель совета А теперь, что касается партии Дело в том, что, конечно, не предполагалось по советской конституции Что партия будет управлять вместо государства Ни в коем случае Но, ну, так было до 1977 года Когда была обозначена руководящая, направляющая ролика ПСС И партия официально стала, фактически, главной в политической системе И, фактически, фактически Решения многие принимались именно партийными руководителями В силу того, что партия имела гигантский авторитет И, что самое главное Абсолютное большинство руководящих кадров На местах, в том числе членов исполкомов Значительная часть депутатов советов Не все Значительная часть депутатов советов Были членами партии И партийная дисциплина Ну, скажем, какие-то такие партийные поручения Для них были зачастую более важными и ценными, чем государственные Вот поэтому партия стала руководящей силой То есть, вот, то, к чему мы сейчас привыкли Да, какие-то там выборные вот эти органы Ну, был совет В советы выбирали, безусловно Вот это, ну, опять же, там выборы были, конечно, на безальтернативной основе Сначала Там система-то была какая Сначала у народа Да, у народа спрашивали Вот кого вы хотите выдвинуть От, грубо говоря, там, трудового коллектива Вот кого бы вы хотели То есть, выборы, они проходили вот так вот, таким образом А не в единый день, да, вот вам список кандидатов Приходите, выбирайте из них Нет, там уже 10 раз этого человека Ему все косточки перемоют Прежде чем его выдвинут кандидатам И если уж его выдвинули кандидатам Значит, 100% за него проголосуют Уже, как бы, большинство согласны с этим Вот Ну, и вот, то есть, система Ну, правда, в революционный период там вообще была вот эта катавасия Там же менялось все И, насколько я помню Кстати, интересное время Как тогда городская управа, городская дума Там как-то же пришлось делить власть, да С советом рабочих, солдатских депутатов Разные же Появлялись разные течения политические в той, в 17-м году Да, там вот как было То есть, Барнаульская городская дума и управа существовали еще выбранные до революции, до февральской революции А после февральской революции Были выборы в так называемые городские народные собрания Но временное правительство народное собрание не признало И народные собрания вроде бы как были незаконные Их в сентябре 17-го года К сентябрю 17-го года распустили И избрали снова по старым правилам городские думы и управы Параллельно существовал совет В декабре 1917-го года советы взяли власть Но они старые органы власти не разгоняли Они просто, ну например, что перестали платить им зарплату Вот, ну те конечно потрепыхались, потрепыхались до весны 18-го года И разошлись старые органы власти Тут, значит, вернулись, летом 18-го года пришли белые Советы ликвидировали, вернули старые органы власти Городскую думу и управу И до конца 1919-го года опять были старые органы власти Вот выбранные по старым принципам Ну правда они сосуществовали уже земствами Которые возникли после революции 17-го года То есть тут система власти, система госуправления была достаточно хаотичной Можно так сказать, она не была стройной Ну а потом, когда вернулись красные Они установили вот уже именно тот порядок, о котором я говорю Совет, исполком и партия Столица мира Отправимся в 90-е И именно первый созыв современной Барнаульской городской думы Был избран в апреле 94-го года Тогда на два года избрали думу И в него вошли 11 депутатов Насколько, кстати, в том числе Великий Баварин был депутатом первого созыва городской думы Насколько это событие важное для современной истории города? Ну это вот, смотрите, Баварин, он же ведь был фактически руководителем в советское время То есть он был председателем горосполкома И в силу этого он потом оказался в руководстве городом уже в 90-е годы И, кстати, именно ему принадлежит идея, насколько я знаю, ну вот читал в трудах краеведческих Что именно ему принадлежит идея переименовать вот эти исполкомы В традиционную городскую думу Ну городская администрация, да, то есть появилась То есть вместо этого был совет депутатов, да, стала городская дума И Баварин одно время, он же был даже и председателем городской думы Вот, ну, это важное событие Потому что фактически произошел возврат к той системе дореволюционной Которая у нас была Ну, здесь мне сложно сказать, какая из этих систем дореволюционная или советская была более эффективна Ну, по результатам, конечно, советская была более эффективна Но тут сложно сравнивать период доиндустриальный, период массовой индустриализации Я, кстати, посмотрел в тот созыв первый, очень много известных людей входило В частности, вот Стелла Ивановна Штань была она вопросом законности правопорядка местного соуправления Бывший ректор Меда Брюханов входил в состав И вообще эта дума приняла очень много важных законов Устав Барнаул, допустим, приняли в этот созыв Сформировались, что называется, районы Тогда вот было пять районов окончательно На каком-то законодательном уровне Ты же понимаешь, депутаты, они законы иногда вроде бы важные должны принимать Но большинство из них это просто соответствие закону надо подписывать, подписывать, подписывать Поэтому... Не, муниципальные депутаты, они никаких законов принимать не могут Законы может принимать у нас только законодательная власть Это парламент, федеральный собрание Несоответствие должны бывают законы Местные Да, я имел ввиду это А в регионах у нас законодательное собрание наше, КЗС, тогда КСНД Городская Барнаульская дума никаких законов принимать не может и не могла Она могла принимать только указы, которые должны были соответствовать, да Федеральным и краевым, да Федеральным, да А тогда спрошу тебя, как У нас, что называется, на краевом уровне парламент существовал И когда первые депутаты были приняты, если не было так Немножко отключиться от Барнаула, на край перейдем А вот это как раз восходит к 1917 году, когда в Сибири стали формироваться земства То есть вообще-то в Европейской России земства появились еще с 1864 года Это тоже выборные, но только там вот эти земские собрания Ну, условно говоря, да, парламенты в губерниях и в уездах Они выбирались по сословному принципу В Сибири земств не было, но они были введены только в 1917 году И здесь все-таки было по бессословному уже Принципы земства формировались Ну, а затем, как я уже говорил, появились губернские органы уже советской власти Да, губернские советы Правда, в 1925 году Алтайская губерния была ликвидирована И до 1937 года какого-то общеалтайского парламента Ну, каких-то законодательных органов быть не могло Ну, а с 1937 года это Алтайский краевой совет Ну, что он там Народных депутатов? Народных, да Заксобрания же он был Депутатов трудящихся Депутатов трудящихся он назывался Ну, а потом уже, да, соответственно, вот то, что краевая администрация Это краисполком назывался этого самого совета Ну, а потом, да, уже в 90-е годы на территории Алтайского края уже избирался к СНД Да, был такой для депутатов, да Тоже первый созыв был довольно такой внушительный по составу А тоже посмотрел созывы думы нашей городской разного периода И с каждым годом, с каждым созывом все больше женщин становилось Раньше там одна, потом шесть, потом двенадцать, потом двадцать две Как раньше, до современного периода, женщины активно гласными становились? Была ли им дорога в политику? Ну, до революции это вообще нет Просто от слова никак То есть, не слышал, чтобы в Барнаульской городской думе до революции были женщины По-моему, нет Чуть ли не запрещено По-моему, у них даже есть А, ну, о чем я говорю? У женщин не было избирательных правов Избирательного права У них просто не было избирательного права Женщина не считалась полноценным гражданином общества До революции семнадцатого года Ну, а советская власть ее им амципировала И уж в советах-то В советах-то женщин было И доярки, и работницы за год И учителя, и врачи Конечно, и студенты, студентки даже Могли быть депутатами Барнаульского городского совета Вполне себе Ну, а сейчас, конечно, вот эта вот Эмансипация, мне кажется, достигла максимума Когда у нас главой городского самоуправления Формальной стала женщина У нас же там Ленина Зубович была Одно время Потом, сейчас-то, по-моему, Галина Буевич Ректор, который нашего университета Института культуры Института культуры, да Вот, то есть это вот уже прям, что называется Максимум политической эмансипации женщин Ну, да, это такой современный тренд И в политику все больше приходят женщин И вот я говорю, посмотрел разные периоды Из тридцати пяти депутатов Тогда было пять женщин Потом двенадцать И все больше, больше, больше становилось Наверное, это правильно, безусловно А, как вот, если на современный этап На современный период возвращаться То из нескольких составов Современной городской думы Какие решения ты считаешь важными И вообще, всегда как-то Мы всегда, вот, и журналисты, и люди Всегда требуем, что называется, с власти Конкретизируя, наверное, мэра Администрацию города Но как-то работа депутатов для нас Вот именно, если не брать АКЗС Не брать Госдуму Вот местных, они всегда вызывают вопросы Ну, а для чего они нужны? Вот, что бы ты ответил бы? Так вот, я бы, наверное, согласился с этой претензией Потому что, к сожалению, современное Муниципальное управление, оно слабое Оно не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность В значительной мере Ну, тем более, что частная собственность Как может местное самоуправление указывать частнику? Не может Своей собственности городской у городов Становится все меньше Потому что происходит приватизация городской собственности А нет у тебя собственности? Нет у тебя денег? Ну, или кто ты? Ты никто И ничего ты не можешь Потому что любые начинания, любые мероприятия Нужно как-то финансировать Ну, и не случайно даже Вот почему мы знаем мэров Да, глав Ну, как они там у нас были Сити-менеджеры одно время Да, главы самоуправления Сейчас слово мэр, кстати, оно неправильно используется У нас глава города официально Слово мэр это вот именно такое Из девяностых считается Что потом реформа какая-то была А сейчас у нас глава администрации города Глава города Да, глава города Ну, вот на мой взгляд Если уж возвращаться назад Ну, назовите тогда его городской голова Будет красиво Почему нет? Вот В общем, если возвращаться к этому вопросу Я полагаю, что сейчас, конечно Люди мало что знают о депутатах И о деятельности Барнаульской городской думы В силу того, что этот орган власти Мало на что влияет Реально мало на что влияет Я был на нескольких отчетах Сити-менеджеров Глав администрации Глав города Назовите как хотите И они обычно отчитываются Перед как раз депутатами Которые дума может снять Главу городом Или наоборот Назначает его И всегда это Все очень лояльно Всегда очень Положительно оценивают работу А были ли случаи Когда вот гласные Возможно депутаты Ну, были В конфликте С Непосредственно С исполнительной властью в городе До революции Постоянно это было? Постоянно было? Потому что городской голова Встречал очень Он хотя и был председателем Городской думы Он постоянно встречал В лице некоторых гласных Серьезную оппозицию То есть с него требовали С него снимали стружку И некоторые городские головы Они же свои сроки Не отрабатывали То есть они уходили По различным причинам Ну, то ли по состоянию здоровья Кто-то уходил Но большинство, я думаю Именно по политическим причинам Те, кто досрочно Уходили Так что Вот такого вот Слияния Исполнительной И распорядительной Как тогда говорили Власти до революции Это не было Нет И когда нам говорят Что слишком много Богачей во власти Сейчас стало Ну, всяких Директоров завода Каких-нибудь Успешных людей То, в принципе Так было и когда-то Как раз В думе Той периода Когда гласными становились Купцы Бизнесмены Благотворители И вот Ничего не изменилось За то время Я так понимаю Ну, да С той лишь разницей Что тогда Все-таки людей Было поменьше И все эти богачи Они были поближе К народу Они Ну, не было Такого Такого сильного Барьера Между ними А тогда Все абсолютно То же самое Мы вернулись Вот говорят Да, Россия Которую мы потеряли Так мы вернулись В Россию Которую мы потеряли Опять нашли И еще Я у тебя хотел спросить О местах Где заседали Гласные И депутаты В разные эпохи Вот Что это за место было Я помню Нам, по-моему На Льва Толстого Было Первое Которое сгорело По-моему Уничтожено При пожаре Ну да Нет, почему Оно Сейчас это здание Я понимаю, что Она очень сильно Повредила огонь Да, да, да Ну вот Именно в 1877 году Было здание Городской думы Право На углу Ленина Льва Толстого Такое Бельненькое Двухэтажное здание Ну тогда не Ленина Льва Толстого Да, Московский Переулок Большая Тобольская улица Вот Белое Двухэтажное здание Которое простояло До начала 20 века И его перестроили По проекту Архитектора на Сочи В 1914-16 годах Вот в нынешнее здание Где музей-город Где комитет по культуре Где МФЦ Находится Вот это вот Че единое здание Это был так называемый Городской корпус В котором были И дума И управа И городская библиотека И городские торговые Торговые склады И там много еще А, городской общественный банк Был там же В этом здании Ну а затем Когда это здание сгорело Конечно Ну например Барнаульский городской совет Долгое время Ну не долгое Да А вот какое-то время Базировался На улице Ползунова В деревянном здании Где сейчас За всем гипрозем Находится Вот там Горсовет Ну а потом Когда Уже после Скажем Возвращения советской власти Да Здание вот это На углу Ленина Льва Толстого Его достаточно быстро Восстановили после пожара То есть Уже в годы гражданской войны Снова там было Думаю право Ну а потом Вот совет Переехал Вот в то здание На Ленина 18 Горосполком На Ленина 18 Долго там он находился Так он и сейчас Да По сути Вот Ну а Ну правда Одно время Там находился Крайосполком То есть В течение Советского периода Горосполком То там был То в других местах Ну тоже тут Ну мэрия сейчас Несколько лет назад По моему там кабинет Насколько я помню Глава города на Гоголе 48 Помните Городская дума Формальный адрес у нее А я по моему был Вот у Франка я не был В кабинете А у Тогда у Предыдущего Дугина Сергея Ивановича Я был У него Возможно у него два кабинета Но вот вывеска была Я заходил Как раз кабинет Главы администрации Там города Дугина Это как раз на Ленина 18 было Ну может быть И там и там В любом случае Это не так важно Главное чтобы Городом хорошо управляли Вот Это наверное Не важно где вывески Не важно в каком здании Люди заседают Главное чтобы Жители Барнаула Хорошо жили Я думаю наверное Лучшее завершение Нашей сегодняшней беседы Думаю Спасибо тебе За разговор Слушайте подкаст Столица мира На миг И приходите на выборы На самом деле Это очень важное событие В истории нашей страны Спасибо Пока Столица мира